Привет! Вы только посмотрите на это. Какая грация, какое изящество, какая четкость линий. Кто бы мог подумать, что выдры могут преуспеть в балете, однако тут явный талант. Хамелеон, которого вы не захотите встретить в темном лесу. Судя по его грозному виду, он и втащить может, причем без особого повода. Эй, псс, эта птичка знает очень важные секреты, готова поделиться им с вами. Она говорит, что утро лучше всего встречать с роликами на канале Фактория. Ну да, у каждого есть такой друг, который пытается влезть в кадр, когда ты пытаешься сделать приличную фоточку. Даже если ты жираф, ты все равно не застрахован от этой ситуации. Похоже, эта белка начиталась комиксов и возомнила себя Суперменом. Нужно признать, что эта роль ей прекрасно подходит, даже никакие спецэффекты не требуются. Чего смотришь? Нет тут никого, иди дальше, не мешай прятаться. Вот так суслик может напугать здоровенного орла. Главное верить в себя и не бояться высказать наглецу все, что о нем думаешь. Если хотите, чтобы ваши фотографии тоже оказались в наших выпусках, то нужно сначала найти что-нибудь интересное, а потом прислать фото по ссылкам в описании. Ой, да постоянно вот так. Неважно, в дикой природе или просто в компании друга. Стоит только начать что-нибудь жевать, как у тебя сразу начинают клянчить кусочек. Даже попугай знает, что нужно соблюдать социальную дистанцию и не подходить слишком близко. Иначе можно и лапой в клюв получить. Ну да, стрекоза не в курсе. Это вообще универсальная картинка, которую можно отправлять в ответ на любой отправленный вам глупый вопрос. И кто это придумал, что рыбы должны молчать? Вы даже не представляете, какие потрясающие концерты проходят на дне водоемов. Таких солистов и бэк-вокалистов вы больше нигде не найдете. Кто-нибудь знает мифы и легенды о крылатых коровах? Да я бы и сам не поверил, но тут вот нашлась одна такая, причем вполне реальная. Фото из серии за секунду до. Вряд ли птичка будет в восторге от такого сюрприза. Никто не любит, когда его кусают за жопку. Наконец-то даже рыбы поняли, что плавать с ластами гораздо удобнее, и начали осваивать чудеса человеческого прогресса. Вы только посмотрите, какая пингвинья драма, настоящие шекспировские страсти. Даже интересно, в чем он так принципиально отказывает? Честное слово, у некоторых птичек эмоций больше, чем у людей. Смотришь на эту фотографию и буквально слышишь, как он ябедничает. А вон та сорока про тебя гадости говорил, я сам все слышал. Прямо на весь лес трещала. Да-да, именно так и выглядит типичная улыбка, когда тебя просят мило улыбнуться для фотографии. Признайтесь, у вас тоже наверняка есть такие фотки, так что не стоит осуждать этого лося и смеяться над ним слишком громко. Еще одна типичная фотография, которая есть у каждого, называется дурацкое селфи на фоне потрясающего пейзажа. Вроде пейзаж красивый, лебедь красивый, а вместе они как-то не сочетаются, что ли? После таких фотографий становится понятно, почему лисичку всегда считали самым хитрым зверем в лесу. Ну сами посмотрите на эту плутовку, она же явно что-то задумала. Ой, да ладно, вот не надо смеяться над кенгуру. Вы еще скажите, что сами ни разу не играли на воображаемой гитаре. Ага, так я и поверил. Просто радуйтесь, что вас в этот момент никто не сфотографировал. Эта сова выглядит как... как первый учебный день после долгих каникул. Как шесть утра утром понедельника. Как гора домашних заданий после целого дня уроков. В общем, это не сова, это ожившее настроение. Типичный спор, когда кто-то один из компаний пытается убедить всех остальных, что знает короткую дорогу, по которой можно отлично срезать путь. Как правило, такие авантюры заканчиваются непредвиденными проблемами. Ну да, бывает ведь такое, когда идешь по улице, а ветер внезапно приносит тебе в лицо какой-нибудь мусор. Эта проблема не только людей, но и голубей. Кажется, один пингвин пересказывает другому сюжет всадника без головы. А может быть, он просто забыл голову дома, но у него нет даже учителя, который бы мог у него об этом спросить. Эх, сейчас спою. И не важно, насколько хорошо я буду петь. Если буду петь плохо, то это проблемы соседей. Потерпят как-нибудь. Хм, а кенгуру знают толк в развлечениях. Пляж, закат, спортивные игры. Так, стоп, кажется, я завидую, а завидовать кенгуру довольно странно. Похоже, этот тюлень понял жизнь. Понял, что ей нужно наслаждаться. Да и кто бы отказался греться на солнышке, развалившись на удобном камушке посреди бухты. Слышали про трехголового пса Цербера? Ну так вот, это его родной брат, трехголовый медведь. Вот только в отличие от Цербера, он существует в реальности. Вот прям интересно стало, что же он там такое увидел. Что вообще может заставить резко затормозить гепарда, да еще и такой удивленной мордой. Пример настоящей взаимовыручки в дикой природе. Целая толпа черепашек выстроилась в настоящий мостик, чтобы дать утенку возможность перейти пруд. Не знаю, может быть утенок воды боится, вот ему и решили помочь. Почему-то многие не любят грифов. Мол, они падальщики, неприятные птицы, фу-фу-фу. Но это вы просто не видели, какие у них очаровательные, нежные, пушистые подштанники. Вот ведь времена. Даже обезьяны ленятся передвигаться на своих лапах и предпочитают перемещаться автостопом. Видимо, надеются тормознуть вон того оленя, чтобы подвез. Ну, просто не фотография, а настоящее счастье и гармония. Стрекоза явно довольна, что нашла место, где можно удобно посидеть. А черепашка очень рада, что ей попалась такая компания. Даже у животных случаются очень неловкие ситуации. Например, они могут застрять в дупле, причем вверх ногами и хвостом наружу. А ну марш в свою комнату. Ой, фу, в смысле, в свое гнездо. И не выходи оттуда до ужина. Вроде птицы, птицы, а все как у людей. Ну, сами посмотрите на эту сцену и скажите, что ни разу такого не видели. Упс, понаставят своих кактусов посреди прерий. Порядочной птице пролететь негде. Теперь стыдно будет остальным членам стаи в глаза смотреть после такого-то кактуса. Казуса. Помогите, это коварное дупло не выпускает его наружу. Редчайший случай, когда удалось зафиксировать пожирание деревом неосторожных грызунов. Все-таки пингвины невероятно крутые. Они настолько крутые, что даже занимаются серфингом. Причем для этого даже доска не нужна. Они и без нее отлично справляются. Хотите тоже удивить всех вокруг своими фотографиями? Тогда не стесняйтесь и присылайте все интересное, что вам встретится по ссылкам в описании. Ну, это вообще знакомая ситуация, когда ты собираешься дунуть на одуванчик. Но резким порывом ветра тебе его сдувает прямо в лицо. И ты потом стоишь 5 минут, отплевываясь от пушинок. Так что искренне сочувствую этой белочке. Так а вот, с кого Ван Дамм копировал свой знаменитый рекламный ролик. Я так и знал, что он у кого-то стащил эту идею. Но, конечно же, не мог предположить, что он подсмотрел ее у белки с шикарной растяжкой. Даже если ты обычный носорог, можно попробовать себя приукрасить. Например, можно добавить павлиний хвост. Ну, а что, ему ведь идет, признайте. Да уж, движение по этой дороге и впрямь не быстрое. Особенно, если черепах там больше, чем машин. С другой стороны, а куда торопиться, если такие чудесные попутчики на трассе? Чисто теоретически, это должен быть олень. Но я бы не стал это точно утверждать. Потому что его маскировка поражает воображение. Кто его знает, вдруг это не олень, а просто какой-то леший? Да, да, именно так и проходят съемки дикой природы. Или что, вы серьезно думали, что там люди с белыми медведями сидят? Ничего подобного. Мишки сами фотографии делают. Просто удивительно, как птичкам удается так мастерски передавать человеческие эмоции. Вы только посмотрите, сколько переживаний. Да тут целую повесть можно написать по одной фотографии. Все-таки в Азии очень воспитанные животные. Вот, сами смотрите, даже вараны очень культурно ходят в туалет. Неизвестно, правда, как люди относятся к тому, что в их туалет заходят вараны. Но это уже другая история. Удивительная фотография, на которой сочетается везение и невезение. Пеликан остался без обеда. И это, конечно, досадно. Но, с другой стороны, рыбка оказалась на свободе. Хотя шанса у нее уже практически не было. Почему-то многие люди не любят лягушек и даже их боятся. А вот, между прочим, совершенно напрасно. Вот только посмотрите на это дружелюбное и забавное создание. Ну как их можно бояться? Они же симпатяги! Эти два барана явно замышляют что-то недоброе. А может быть доброе. Хотя видок у этих заговорщиков, конечно, подозрительный. Как бы выглядели медведи, если бы у них были большие уши? Ну, вот птичка помогла представить эту картину. Надо признать, ему идет. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!